Дождливое лето не принесло жителям одного из домов по улице Кузимбаева, что в Майкудуке ничего хорошего. Нанятая фирма подрядчик пообещала выполнить ремонт протекающей кровли, но в какой-то момент скрылась с деньгами. Обманутые люди пытаются найти своего обидчика, однако пока все тщетно. Репортаж Марка Брышко. А вот на крышу надо 50-60 тысяч, где я такие деньги возьму? В своей квартире Людмила Петрова даже лампочки боится включать. Электрические провода насквозь промокли от непрекращающегося потока воды с потолка. Женщина не может пользоваться электрическими приборами, пока в их доме не высохнет крыша. Два раза на дочку вот этот булыжник попадал ей прямо. Да, вот и говорю, вот такая на голове шишка у нее была. Вообще страшно ходить стало вообще. Во-первых, на крыше там же козырел же должен быть, как дожди идут, все на балкон. У меня же балкон полностью там уже все смыло. По словам Людмилы, в доме номер 40 по улице Кузимбаева ремонт крыши не проводился со дня постройки. Жители этого дома больше не в состоянии жить в подобных условиях. Крыша здесь напоминает решето. Шиферный лист разбит, а местами и вовсе отсутствует. Кроме того, нет стыков примыкания шифера к бетону, вследствие чего вода и проникает прямиком в квартиру людей. Кому сейчас вообще можно верить? Весной этого года жители злополучного дома обращались в компанию «Арт Еврострой», которая обещала сделать ремонт крыши до 3 июня. Однако, выполнив только половину работы, фирма бесследно исчезла вместе с деньгами жильцов. Суд, в который обращались обманутые люди, постановил, что подрядчик обязан вернуть сумму обратно. Только где теперь искать ответчика, никто не знает. Люди бегают во все инстанции, ни Акимат не хочет помочь, отфутболивают просто-напросто, потому что никто не хочет с этим спят. У Акимата крыша не течет, люди спокойно спят. Они получают зарплату свою, которую мы же, налогоплательщики, платим, и с этого они имеют деньги. Снизу они, видать, покрыли этой пленкой. Сказали, тепло будет поддерживать. В Акимате Октябрьского района о проблеме знают, но ничем помочь не могут. Туда жители улицы Кузимбаева обращаются уже несколько лет. Чиновники объясняют, что согласно законодательству, ремонт кровли они обязаны проводить за свой счет. Мы также проводили там, на данном доме сходы, и жителям предлагалось выполнить ремонт по программе модернизации ЖКХ. Модернизация ЖКХ – это ремонт, можно было сделать кровли за счет бюджетного кредитования в рассрочку на 7 и более лет. То есть подрядной организацией были сделаны расчеты, и жителями был предложен данный вариант. Жители от ремонта по программе модернизации ЖКХ отказались. Председатель КСК Сабина Багытного-Рузбекова рассказывает, что у них нет второго расчетного счета, из которого они могли выбрать средства, чтобы залатать дыры в крыше. Кроме того, коммунальщики тоже не остались без работы. После неудавшегося ремонта им пришлось разгребать строительный мусор на чердаке. ЖКХ у нас 10 тенге с квадратного метра, но на эти деньги мы только частичные ремонты делаем. Можем там полтора-два метра трубу заменить, потом стояки заменить, вентиля поставить, двор, чтобы чистый был. Вот это нашли, на это рассчитано. Что касается фирмы-подрядчика, она продолжает молчать. На звонки потерпевших по-прежнему никто не отвечает. Жители дома номер 40 надеются на то, что справедливость восторжествует и им все-таки починят крышу. Марк Бешко, Ужас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова